Здесь был путь штукатурки, а после этого штукатурки обнаружили, кстати, интересные исторические проемы. Казалось бы, обычная кирпичная кладка, но на деле бесценная. Этим проемам только по меньшей мере сотня лет, поэтому строители оставили их как есть. По решению архитектора проекта реставрации главного дома усадьбы Знаменская Губайлова, неплохо сохранилась и лепнина на втором этаже. Все остальные элементы воссоздавались заново по историческим образцам. Здесь из конструктивных элементов оставались только стены. Поменены все перекрытия полностью. То есть у нас оставалась коробка кирпичная. Усилены фундаменты, полностью произведена замена кровли полностью. Полностью заменены все инженерные системы и, соответственно, полностью вся внутренняя отделка. И фасад тоже все ванно. Мы используем немецкую краску, дышащую краску, чтобы она не создавала пленку на поверхности штукатурки, чтобы была пара проницаемости. Полностью закончить работы, осталось только покрасить фасад и навести порядок в помещениях, строители обещают в конце июля. Параллельно подрядчик готовит научно-реставрационный отчет, который будет представлен в Главное управление архитектурного наследия Московской области. Это же ведомство будет принимать готовый объект. Есть нерешенные вопросы пока по благоустройству, но это наша зона ответственности. Денежные средства предусмотрены. Проектно-документация разработана. Я думаю, где-то в пределах двух-трех недель мы объявим аукцион. Соответственно, до первого сентября планируем выполнить все работы. До сентября в Главный дом планируют завести мебель, которая тоже должна соответствовать историческому облику усадьбы. По словам главы округа, отреставрированный флигель станет местом проведения культурных мероприятий. Продолжение следует...